Конечно, приоритеты в работе, в первую очередь, мы с вами должны понимать, что мы с вами 10% думаем и 90% действуем. И это на самом деле так. Чем больше вы в себе сомневаетесь, чем больше вы думаете, получится у вас или не получится, тем дальше откладывается именно тем самым ваш рост. Пришли – действуйте, пришли – делайте. Не знаете, что делать, посмотрите вебинары, начинайте повторять так же, как вас учат лидеры, которые уже стали директорами. Раз у директоров есть результат, значит, директора могут расти и могут дать вам те знания. Ну и, конечно, какой столбик вы выбираете – первый столбик или второй? Потому что приоритеты в работе нужно расставлять уметь с самого начала. Почему с самого начала? Потому что в первую очередь, всесь наш рост, он должен начинаться именно с головы. Да, именно с головы. Когда-то я, так же, как и все, наверное, в этом чате, отпишитесь, сколько лет вы отработали по найму. Я с 16 лет работала по найму. Я отработала до последнего дня беременности, родила уже ночью, да, то есть день отработала, ночью родила. Через неделю я, опять-таки, вышла на работу, потому что не хватает денег. В семье денег нет, да, то есть я отработала. Ух ты, Анюта, ты у нас тут прям передовик. А нет, вот еще кто-то 20 лет отработал. Можно ли я посмотрю? Марина Пателицина. Два года, два года. Ну, два года еще не страшно. Но вот те, кто уже более пяти лет отработал, это, конечно, уже люди понимают, что сколько бы мы с вами не работали и на работе по найму, всегда есть риск, риск потерять работу, быть сокращенными, быть уволенными. Может распасться все. Да, вот у нас, допустим, как вам даже сказать, была такая ситуация, что у нас был завод бумажный в нашем Мурыгина, он отработал 220 лет успешно, и когда фабрика исполнилась 225 лет, ее просто закрыли в связи с кризисом. Вы представляете, 10 тысяч населения было в поселке, и огромная толпа людей просто осталась без средств на существование. Да, у людей кредиты, ипотеки и так далее, и так далее, и они не знали, куда пойти. Вот, и, конечно, дорогие коллеги, если мы с вами работаем честно, именно честно, если наш номер чистый, наша структура чиста, то у нас с вами сотрудничество с компанией Фаберлик на века. Это, конечно, обязательно, нужно об этом знать. Конечно, дорога к цели, гордость за себя и гордость за своих лидеров – это самое малое, но самое приятное того, чего нету на работе по найму. И позже мы с вами обсудим, к чему был этот слайд, именно позже. Сейчас вы должны для себя определить свою настоящую цель, которая важна именно вам, именно для вас. Я вам честно признаюсь, так как мои цели уже покорены, я могу о них вам рассказать, и я обязательно расскажу сейчас. Сначала, когда я регистрировалась в компанию Фаберлик, моя цель была выплатить все кредиты. И я очень много работала, потому что у меня было три кредита, и я мучилась, хотелось, чтобы в доме были фрукты, в холодильнике было мясо, хлеб, молоко и так далее ежедневно. И мне хотелось жить без кредитов. Единственная была моя мечта. Когда я кредиты выплатила, я себе поставила новую цель, я хотела свою квартиру. Сейчас у меня уже третья цель, я пока про нее говорить не буду, но она весьма-таки амбициозная. Я сама не уверена, добьюсь я ее или нет, но нужно уметь выходить за рамки своих желаний и хотеть чего-то большего, чем вы даже можете представить. Тогда вам вселенная начнет посылать то, что вы хотите, оно начнет сбываться. То есть не живите в рамках, и когда вы для себя сядете, уделите себе время и определите, чего вы именно хотите, не навязанную какую-то цель. Например, у меня соседка купила, к примеру, машину крутую, мне бы хотелось крутую машину. Я вот так сидела, допустим, и рассуждала, на права я сдавать не хочу, муж у меня тоже на права сдавать не хочет. А вот, допустим, от квартиры я бы не отказалась. То есть вот такая у меня была цель, и я решила, что нужно не те цели иметь, которые вам навязывают, а быть именно, да, быть именно, вот, идти к своей цели. Какую вы хотите цель, да. Все вы, конечно, знаете, что я пережила огромный стресс в жизни, мою дочку оперировали на сердце, когда ей было 7 лет. И я побиралась по родственникам, реально побиралась, чтобы наскрести на эту операцию, дабы мой ребенок жил. Да, и сами вы прекрасно понимаете, что не дай бог кому-то в такую ситуацию попасть, это огромная боль для матери и так далее. И, конечно же, вот я очень мечтаю, чтобы у меня таких ситуаций в жизни моей больше не было. Если кому-то, Юляш, крепитесь, держитесь, знаю, как это сложно, да, если кому-то в жизни хоть раз из нас с вами было очень тяжело, то мы все с вами достойны жить на самом деле хорошо, и чтобы у нас с вами было все, чего мы желаем, чего мы хотим, в плане того, чтобы не ходить, да, вот не побираться ни по кому, если резко понадобились какие-то деньги, да, чтобы не жить, допустим, вот мы жили с Антошей 6 лет вчетвером в одной комнате, вместе с сестрой, с мамой, мама в отдельной комнате с папой, Таня с Юлей с племянницей в другой комнате, мы жили в третьей комнате, то есть мы жили в трехкомнатной квартире, одна кухня на троих, и, конечно, были какие-то споры, недопонимания, но когда мы купили свою квартиру, переехали, у каждого есть по комнате, у меня есть свой рабочий кабинет, я больше не работаю на кухне, да, как я работала, да, на фоне холодильника, кто помнит, да, мы смеялись, как я работала на фоне холодильника, вешала туда различные магнитики про Фаберлик, так и проводила, да, я думаю, кто-то, может быть, это и вспомнит, да, вот, Лен, ты помнишь, да, вот, Юля застала, да, вот, вот, вот там вот в маленьком уголочке и все начиналось, да, конечно же, мы, наши мечты все сбылись, и я много к чему сейчас считаю, что я готова, вот, и вы знаете, вот я до глубины души люблю компанию Фаберлик за ее возможности, за ее наишикарнейшие возможности, потому что кроме компании Фаберлик, мне этого дать никто не смог, причем моя деятельность, да, наша с вами деятельность, это, она идет официальная, легальная, и самое главное, наша деятельность с вами очень добрая, мы делаем людей успешными, мы открываем людям двери в мир успеха, в мир независимости, в мир жизни без границ, и вот это очень приятно, что мы с вами вот на самом деле несем вот это вот добро, и когда вот вы думаете о том, что вы хотите, хотите только то, что вам на самом деле хочется и нужно, и представляете это в таких красках, чтобы это было реально, да, потом то, что нужно, обязательно повесьте на видное место, да, то есть у меня висела моя квартирка, она видна вместе, всегда на стене, я ее прямо прикрепила на булавочку, да, вот так вот прикрепила на булавочку, и повесила на стену, мне эта картинка висела, да, как вы знаете, моя мечта сбылась через полтора года с момента регистрации, вот, обязательно смотрите 15 минут мотивашек в день, что бы у вас не было, вы находите на ютубе мотивацию и начинайте ее смотреть, начинайте ее смотреть, и, конечно, самое-самое-самое главное, вот без чего ничего не получится, это то, что вы должны сейчас понимать и осознавать, что желание, закрепленное действием, приведет к результату, если вы будете действовать, но сомневаться, или вы будете желать, но бездействовать, сами понимаете, к чему вас это приведет, к чему, как вы думаете? Ноль, правда, ноль, потому что все должно быть в жизни разложено у нас с вами по полочкам, на голове должен быть порядок, цель должна быть ясной, действия должны быть уверенными, и тогда все получится. Юля, самое главное, что ты перестала сомневаться и что ты идешь вперед, сомневаться можно сколько угодно, у каждого человека есть свой барьер, свои сомнения. Не надо жалеть о потерянном времени, это бесценный опыт, надо ценить свое потерянное время, и никогда, никогда не жалеть его, это бесценный опыт, это не потеря. Я тоже могу сказать, что я в прошлой компании потеряла год, да ничего подобного, я не потеряла год, я приобрела бесценный опыт общения, понимаете? Я приобрела сравнение и поняла, где лучше и легче, и проще. Я считаю, что я не потеряла, я считаю, что я приобрела, хотя я раньше тоже думала, что я потеряла. Итак, конечно же, приоритеты в работе у нас с вами важные, но очень простые, и это единственные приоритеты, которые я соблюдаю на протяжении двух лет. Вы не поверите, да? Два года, то есть мы сейчас на проекте два года и, по-моему, четыре месяца, да? Так, у кого календарик под рукой, дата нашей регистрации 26 число, 11 месяц, 2014 год. По-моему, два года и четыре месяца, да? Вот два года я за четыре месяца, грубо говоря, мы составили вот такой вот план приоритетов, и вот эти приоритеты – это единственные мои планы, я никогда не планируюсь. У меня есть цель и приоритет, да? То есть очень много мне в личку пишут, Аня, я не могу собрать себя в кучу, запланируй меня, пожалуйста, скажи мне, сколько мне надо, Ирина, в день, еще что-то, еще что-то. Я никогда не планируюсь. Если вы идете к цели, и вы верите в эту цель, и вы в ней убеждены в этой цели, и вы делаете действия какие-то к этой цели, вы смотрите вебинары успешных лидеров, а у вас получается… Ого, Ириш, здорово! Да, у нас что с вами будет получаться? Получается, что вся Вселенная будет вам сопутствовать. Если она будет вам сопутствовать, перед вами будут раздвигаться все преграды, и вы будете идти практически по ровной дороге. Чем меньше тараканов в голове, тем дорога ровнее, тем легче путь туда, куда вы идете. Поняли? Поэтому мечта должна быть настоящая. Вот. И, конечно же, ежедневные приоритеты в работе – это… Они всегда были легкие. Создание страничек по одной соцсети. 300 человек, охвата в день минимум, да? То есть если робот, то 500. Робот 500 минимум, потому что с 300 с роботом может и не быть. И регистрации. Вот. Значит, как минимум научиться получать одну регистрацию в день и созваниваться с этой регистрацией. Да, и, конечно же, ежедневные приоритеты обязательно должно входить, собирать людей на вебинары, и если есть возможность, прямо каждому в личку писать сообщения. На прошлом вебинаре для директоров, ой, для лидеров, для топ-лидеров мы с вами говорили о том, что я всех своих новичков подписываю спереди в скобочкой буквой «Н». И когда я набираю «Н» в скайпе, они у меня все в рядочек отфильтровываются. И я им, каждому в личку, могу скидывать, что сегодня вебинар. Да, и, в принципе, собирать в личку легко, и это лишний раз способ для общения со своей командой. Вот. Далее, значит, давайте обсудим еженедельные приоритеты в работе. О ежедневных, дорогие коллеги, все понятно, задайте, пожалуйста, вопросы. У меня их на самом деле мало, у меня их на самом деле мало, но это мне надо, вот именно это. Вы считаете, что это сложно, да? То есть, смотрите, тут надо понять, что мы не пирамида, да? У нас с вами официальная работа, да? Официально мы с вами строим бизнес. И тут надо понимать, что на честных работах, да, все равно надо работать. И единственное наше отличие, что тут мы с вами можем легко выйти именно на тот пассивный доход, которого нет. Вот я недавно, на самом деле, я вам сейчас, может быть, вас шокирую, но мне кажется, все это легко и просто, выйти на пассив. Что хочется сказать? Что такое пассивный доход, да? Это 1000 баллов бок. Во-первых, сейчас мы настроили авторекрутинг, и люди к нам идут сами. Об этом мы поговорим с вами позже. Люди к нам идут сами, но мы не платим за рекламу вообще. Вот что нужно понимать, что мы вышли бесплатно на этот уровень. Во-первых, и до сих пор получаем авторекрутинг по бесплатному обучению, да, своему какому-то, да, вот с YouTube, с брендовых страниц и так далее. Вот, далее, значит, и вот тут нужно обязательно понимать, что вот сейчас мы в легкую можем покупать раз в три каталога, допустим, по однокомнатной квартире и назначать людей, когда их там будет, допустим, 5-6 квартир, назначать человека, который будет там их, допустим, сдавать посуточно или сдавать помесячно, да, и просто сделать свой наземный бизнес, который уже на века. Да, это, во-первых, это один способ пассивного дохода, да, способ пассивного дохода именно в Фаберлик. Кто боится гонга 500, отпишитесь сразу же честно. Я вам честно скажу, у меня гонга около 50 тысяч, я давно туда не заглядывала, я вообще за ним не слежу. Кто боится гонга, напишите я, потому что гонг – это такая легкая вещь. Я вот сегодня посидела в чате активного роста, кто у нас есть, да, девушка по имени Ирина ругалась на этот гонг, да. И вот, честное слово, я так посмотрела, да, мои личные заказы, потому что я заказываю одежду себе, мужу, папе, маме и так далее, я могу себе позволить тратить одну десятую часть своего дохода на заказы, и я, как вы знаете, одна десятая часть моего заказа – это 30-40 тысяч уже рублей, и я в легкую делаю заказы вот на такие огромные суммы, и это 200-300 баллов личного оборота, личного оборота, да. То есть понятно, что я начинала с 50, и я всего лишь в ВИП-30, да, то есть я недавно начала делать 100 баллов, 30 каталогов назад. Ну, это да, да, Оля, тоже правильно. Я, кстати, вот упустила этот момент, спасибо тебе огромное. И у нас с вами получается что? Про пассив, да. Если я, допустим, раз в полгода сделаю заказ не под собою, да, на эти 300 баллов, а сделаю под собой на 100 и 3 раза по 200 баллов вбок под кем-нибудь там, да, маму зарегистрируй, там, папу, еще что-то, ну, я считаю это ерундой, да, то есть просто вот даже если мы не хотим отстраивать НК и ГОНК, пожалуйста, пожалуйста, надо всего лишь по одному новичку регистрировать в каталог. Пожалуйста, вы можете зарегистрировать кого угодно. Подружку и сделать заказ под подружкой, пожалуйста, у вас их куча, 100%, у вас очень много знакомых. И я даже не уверена, что они не захотят забрать сами свой подарок, скидку, и не понять, как же это классно экономить на покупках. Я не забыла, что такое магазин, потому что все мои подружки давным-давно забыли, что такое магазин, честное слово. По ВИПу компания регистрирует, да, кстати, регистрирует, но в последнее время по одной регии через каталог, это мало, мало, честное слово, но есть, есть регистрации, да. Поэтому, да, гонг это тоже вот на самом деле выходит этот гонг, я вообще НК, ГОНК не переживаю. Далее, вот это вот 1000 отрывов БОК, да, то есть, если я делаю заказы, да, со своим статусом на 30-40 тысяч, да, вот просто поверьте, что это реально, да, то я в легкую могу делать и на 75, понимаете, даже если бы у меня не было авторекрутинга. Третий вид пассивного дохода, это когда вы очень хорошо зарабатываете и высадите вместо себя секретаря, платите ему очень хорошо, но это вам будет ненакладно, да, вы ему платите очень хорошо, и он за вас рекрутирует, пожалуйста, чем не выход, понимаете, согласны со мной, кто еще что придумает, какой может быть пассивный доход, напишите мне, пожалуйста, или прочерк поставьте, да, чтобы нам долго не ждать, вот, кто не пишет, прочеркните, то есть, вот, понимаете, всяко-всяко-разно можно выйти, и я считаю, что все же такое понятие, как пассивный доход в сетевом маркетинге не существует, но он есть, понимаете, он есть, он все равно есть, да, нету, да, других у вас способов, ну, на самом деле, можно легко зайти в инвестиции, можно вкладываться в золото, куда угодно можно, да, что угодно можно придумать и сделать, так ведь, дорогие коллеги, все можно, все в наших руках. Так, значит, по ежедневным приоритетам в работе мы с вами поняли, и мы их с вами будем хорошо выполнять, если мы будем с вами видеть цель и делать действия по достижению цели, да, вот это как бы все взаимосвязано. Далее у нас с вами идут еженедельные приоритеты в работе, это, я считаю, что это обязательно для топ-лидеров снять и выложить хотя бы одно видео на YouTube раз в неделю, рассылать письма раз в неделю и планерка по вопросам команды, то есть вы можете с тех, кто не ведут общие вебинары, те, кого нигде нету, да, обязательно проводите какую-то планерочку, да, просто хотя бы созвон, в скайпе можно сделать созвон до 25 человек, групповой звонок, еще я знаю, что в Телеграм, по-моему, есть групповые звонки, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, да, и там тоже легко и просто созваниваться, то есть и вам просто люди будут говорить, у меня не получается, а вы будете говорить, а у меня вот это, это получается, а то тоже, а третий скажет, ой, а у меня вот это, это не получалось, я вот начала делать так-то, так-то, и у меня пошло, да, то есть просто обмен опытом, обмен опытом и показать, что вы рядом, показать, что вы рядом, а просто поговорить, я вот считаю, что ничего крутого выдумать не надо, лидеры сами идут на разговор, лидеры сами разговаривают, и мне вот, допустим, легко делаются любые созвоны, что с директорами, что с топ-лидерами, и как-то вот девочки сами активные, сами заводят темы для разговоров, сами говорят, что им нужно, и вообще все сами, я просто сижу, отвечая на вопросы, агакаю, там, знаете, вот, даю какие-то советы, там, еще что-то, да, то есть для меня легко, легко делать созвоны, проводить планерки, еще что-то, да, конечно, если вы ведете общие вебинары, и вас люди видят, вам люди, к вам люди уже присмотрелись, они вам доверяют визуально, да, то, конечно, не обязательно проводить все вот эти вот планерки, если вы уверены в том, что ваши люди, и вас и так знают, и вас уверены. Далее, значит, ежекаталожные, да, то есть у нас есть ежедневные, еженедельные, а это ежекаталожные приоритеты в работе, у меня их тоже было всегда мало, и сейчас их тоже мало, это обзвон по стартовой программе и акциям на последней неделе каталога, то есть начиная со вторника я начну мучить свою структуру со звонками, мне опять начнут писать лидеры моей личной группы, Аня, ты чем так напугала новичков, да, то есть вот такое было недавно в группе Марии Деревянко, я звонила в предпоследний день каталога, и говорила, боже мой, у вас сгорает полгода подарков, у вас был в прошлом каталоге пробный шаг, как же я вас прозевала, я вам срочно сообщаю, что если вы не сделаете, не оплатите заказ на такую-то сумму, у вас полгода подарков сгорит, и люди за два дня находили деньги, активировались и шли полгода, то есть идут, идут полгода по подаркам, то есть эта девушка в этом каталоге делает третий шаг, я смотрю, я улыбаюсь, я довольна, понимаете, фишечка в чем, да, то есть самое главное преподносить правильно, да, далее, значит, начало каталога, поздравления команды своей, даже если вы на 12%, Свет, я что, тебе тоже звонила, да, ты улыбаешься, звонила, не звонила, вот, да, начало каталога, поздравления команды, обязательно, обязательно свою команду поздравляйте, даже если вы на 12%, это значит, что у вас есть 9%, 6,3%, может быть, у вас уже появились ВИПы в вашей команде, может быть, вы сами ВИПы, да, и так далее, и так далее, обязательно поздравляйте, эффективно работает на эмоциях, да, 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 главное себя научиться еще не раздаривать, когда вы очень сильно эмоционально переживаете за то, что вы делаете, потом вы будете как выжатый лимон, и вам нужно время на восстановление, поэтому берегите себя, и делайте это так, как можете, да, так, как можете. Далее, значит, с коренной выплат по чатам, в начале каталога обязательно надо скидывать, те, кто не скидывает камушек в ваш огород, потому что вы подводите, в первую очередь, всех на проекте, и каждый, кто стесняется хвастаться, так вот, это не хвастовство, а это доказательство того, что мы на самом деле работаем, и у нас на самом деле все хорошо, и мы на самом деле получаем деньги, да, те, кто стесняется своих выплат, есть новички, которые только пришли, и у них этого нет, и ваши выплаты для них более реальны, и они бы хотели видеть их. Вот если я выложу свои, вот это уже получится, что мы, как вам даже сказать, что мы хвастаемся, да, на самом деле люди не верят в такие деньги, они никогда в это не поверят, и из-за наших выплат может даже кто-то и уйти с проекта, сказать, что это они там выставили, что дураки, что ли, думают, что мы поверим, что ли, да ни за что мы в это не поверим, понимаете, это вы верите, а они нет, вам нужно это понимать, что мы остались без скринов, я раньше ежекаталожно снимала ролик, сколько мы зарабатываем, вот, именно директоров мотивируют, и да, в чат топ-лидеров, в чат директоров я скидываю суммы, которые я зарабатываю, но новичкам, пожалуйста, дорогие директора, дорогие топ-лидеры, высылайте, если вы, допустим, в пятером, да, то есть в первый чат коллега фаберлик, скинете свои выплаты, поверьте, рост увеличится, если в каждом чате будут директора, которые будут писать, сколько они заработали, как они довольны, и так далее, и так далее, вот, далее, значит, рассказ или обзор по продукциям, я это у вас прошу уже который раз, и я очень прошу вас все-таки возобновить это дело, и если вы собирались это сделать, но увидели, что не делают другие, не надо за ними повторять, да, то есть, очень много людей, мнительные, они боятся там написать с ошибкой, или еще что-то, у нас девочка с Беларуси очень красивые отзывы писала, ее кто-то оскорбил сильно, что она очень плохо пишет, и пишет с грубыми ошибками, она больше писать не стала, как я ее не уговаривала, она говорила, нет, я не буду, вот не будьте такими, пожалуйста, ага, очень хорошо, Светочка, не будьте такими, пожалуйста, мнительными, потому что все мы с вами знаем, что вот, например, в Беларуси как слышится, так и пишется, и это не ошибки, просто нужно уметь уважительно друг к другу относиться, да, обзорчики хорошо смотрятся, не умейте снимать обзоры, просто напишите, что вот я сегодня получила заказ, там, свое любимое средство, попробовала, средство для мытья посуды, шикарное средство, не уставайте, пишите по всем чатам, и вы будете видеть, как другие тоже начнут писать, давайте же с вами это сделаем, те, кто не ведут вебинары, те, кто не занимаются организацией, да, на интернет-проекте Фаберлик онлайн, я уверена, что у вас есть время, которое вы можете раз в каталог выделить, сесть и написать, тем более, что это 15 минут времени у вас займет написать текст и выложить, да, Настя, если ставят дизлайки, это еще полбеды, если пишут по кости, ты можешь просто заблокировать этого человека и забыть про него, да, можно в ютуб поставить комментарии после модерации, поставишь настройку, и все плохие комментарии ты будешь сама отфильтровывать, ну и пусть пишут, мне тоже много, то, что пишет, вы не заметили мой говор деревенский, вы знаете, сколько я раз за свой говор получала, боже ж ты мой, сотни, наверное, уже, не десятки, я уже сотни раз за свой говор получала, извините меня, но пока вы боитесь мнения о себе, своих людей, вы, что вы теряете в итоге, вы идете вперед, у вас цель, вам когда читать негатив? Фу, вам некогда читать негатив, у вас цель, вы к ней идете, вы думаете о том, что ваша команда осталась без ваших обзоров, вот Настя, вот, просто весь негатив удаляйте, и если негатив резкий, нехороший, очень сильно плохой, просто отправляйте человека в блог, он больше никого вам, ни одного плохого ролика вам не напишет, не напишет, я десятки людей отфильтровываю, удаляю, блокирую ежекаталожно, даже не думайте, что вы одни такие, даже есть профессиональные блогеры, которые получают деньги за просмотры, да, они и то получают столько негатива под роликами, это обалдеть не встать, я почитала негатив под роликами профессиональных блогеров, мне вот клип понравится, я посмотрю, боже мой, как красиво, начинаю смотреть комментарии, а там черти что написано, никогда не бойтесь никакого негатива, у вас цель, вы к ней идете, чего это, вы, грубо говоря, если вы начнете становиться мнительным человеком, да, мнительность это зависимость, зависимость от людей, которые о вас что-то думают, да, это получается, что вы благосостояние свое, своей семьи, своих детей, ставите под чужое мнение кого-то, кого вы вообще не знаете, вот что такое мнительность, понимаете, мнительность это, вот, не надо ставить под вопрос благосостояния свое и своей семьи от людей, которых вы ни разу не видели, да, Валентина права, да, Настя, кидай по всем чатам, хватит скромничать, конечно, могут, блок и все, и больше никогда не оставят, блок и дальше пошли, обычно критикуют те, кто ни разу ничего не пробовал снять, вот это на самом деле, понимаете, критикуют именно такие люди, поэтому всегда делитесь своим мнением о продукте, всегда делитесь, если у вас есть 3 минутки о чем-то рассказать, да, господи, запишите вы на телефон, выложите вы с телефона этот ролик, или напишите вы в печатном виде, что-то сделайте для себя полезное, хорошее, да, то есть обзваниваем, начало каталога, поздравляем, скрины выплат по чатам, да, скажите, пожалуйста, у всех ли работает сип-телефония, у меня работает вот идеально с того момента, я звоню, мне вообще проблем нет, я звоню и на агентские пункты, если где-то моих людей перерегистрировали, и с этой сип-телефонии, я звоню и по акциям, и еще что-то, а нас 15%, а нас 15%, вот это тоже, да, правильно, Юля, или Виталя, кто из вас сидит на вебинаре, бывает связь, ну, это да, у меня тоже, да, пользуюсь, ну, WhatsApp, это бесплатная программка, конечно, если у вас есть человек в WhatsApp, я его сначала нахожу в WhatsApp, если он там есть, или в Viber он есть, то я звоню там, я не трачу деньги на телефонии, особенно если это Беларусь, рано еще, да, вот, далее, значит, приоритеты в людях, это очень важно знать, приоритеты в людях, есть люди, которые и слово, и дело, и красиво говорят, и много делают, и могут вдохновить команду, и так далее, и так далее, да, вот такие вот солнышки, есть люди просто слова, да, много болтают, позитивчики, но дело у них никуда не сдвигается, дальше их болтовни, да, и есть люди дело, которые молча делают, 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 и вы видите их результат, начинаете их замечать, и спрашивать, боже ж ты мой, как у тебя хорошо все получается, а что ж ты молчишь, а что тебя отвлекает, я все понимаю, мне, говорит, обучения хватает, да, вот, вот, вот моя тема, я пытаюсь понять, с кем как, да, Юлечка, понятно, вот, и, конечно, если мы вкладываем энергию в активных людей, мы с вами должны знать, что энергия к нам возвращается назад, и мы видим рост, уверенность в себе получаем, да, и так далее, и так далее, если мы тратим энергию на молчанов и вечно ревущих людей, то получается, что мы сами с такими станем, и наше подсознание все равно войдет в негатив, который не даст раздвинуть перед вами дорогу, куда вы идете к своей цели, понимаете, вот как все глубоко закопано, вот, поэтому, те, кто ревут, меня вечно попрекают, еще что-то, я им общаюсь с ними по максимуму, они задали вопрос, я им ответила, они начали ныть, я говорю, ну что, что я в жизни ничего не поменяла, и за последние полгода, что делать, что делать, если мои слова тебе не помогают, Аня, ну ты мой наставник, ты обязана мне помочь, я говорю, прости, но все, что я знала, я тебе рассказала, мне больше нечего рассказать, я выросла так, и по-другому я не умею, я могу тебя научить делать только так, как я умею, все, я говорю, больше я ничему не могу научить, все, я развожу руки, да, и человек начинает понимать, или он начинает работать, или он начинает говорить, что его бросили, да, одно из двух, одно из двух, поэтому, если лидер вам постоянно ноет, мы недавно разговаривали, недавно, давно уже, да, переписывались тоже с активным лидером, нашей структуры, которая отделилась, у которой свой проект, это Светлана Спиридонова, да, я думаю, вы все ее знаете, и однажды она мне написала такую фразу, прямо в чате активного роста, я дважды подтираю человеку сопли, если он ревет на третий раз, это не мой человек, я это выражение, с одной стороны, грубо, но я это выражение запомнила, и вы знаете, у меня увеличился рост, после того, как я начала, вот, делать так же, как Светлана, я считаю, что это правильно, потому что людей много, мнений о вас у людей тоже будет много, вы директора будущие, да, все новички уже, я помню, что с 12% у меня уже началась зависть, вопросы, какие-то кулки едкие, мой адрес, ерундовые вообще замечания, но и сейчас их стало больше, люди не относятся ко мне равнодушно ни один, и поверьте, что ни к одному директору человек равнодушно относиться не будет, потому что, когда вы пришли на проект, вы знали, что на проекте есть директора, и все равно вы к ним как-то, относились, да, и это вот именно, что бремя, наше бремя, что люди приходят с работы по найму, они не понимают, что директором у нас может стать каждый, и подсиживать никого не надо, что количество вакантных мест на директора не ограничено, и человеку должно пройти время, чтобы он это понял, что на самом деле все зависит от него, что его тут никто не будет пинать, еще и он может стать директором, занять этот престижный статус в обществе, вот, можно и доллары, что всем нравится, да, и вот тут тоже нужно понимать, кому вы отдаете свою энергию, и понимать человека, и вставать на его место, вставать на его место, бывают просто слабые люди, которым не по силу каждый день делать по 300 человек охвата, и они начинают искать виноватых, да, бывают люди, у которых не получается, по другой причине, они не могут сделать 300 человек охвата, потому что не могут понять по видео, как размножать эти браузеры, вы им звоните, устраняете проблему, и лидер пошел, лидер пошел, у него все хорошо, поэтому вкладывать энергию, или не вкладывать, в активных людей, которые много задают вопросы, но у которых нет результата, вам нужно решить через 2-3 с ним созвона, или через 2-3 переписки, как он сам хочет, как он сам хочет, но если мы тратим энергию на молчанов или вечно ревущих людей, которые ничего не делают, так вот для молчанов и вечно ревущих людей у нас с вами есть просто рассылка писем, рассылка писем, все, что мы можем с ними сделать, если вы начнете, ну вот как даже есть выражение, если вы все время будете спорить с людьми недалекого ума, вы сами опускаетесь на их уровень, так ведь? так, вот, и получается, что, если вы будете пытаться разбудить человека, который молчит, вам не отвечает, вы будете концентрироваться на нем, у вас энергетика такая становится, подсознание это вбивается, что у меня никто не работает, я не знаю, что мне делать, и к вам вселенная начинает то, что вы заказываете, поставлять, что она вам поставляет, вы ревете, что у вас куча неактивных, она вам начинает поставлять таких же неактивных, потому что вы на этом сконцентрированы, да, в итоге получается дверки, уже, уже и уже, но вы их можете сами расширить, если вы будете уверены в том, что у нас у всех с вами одинаковые руки, одинаковые ноги, да, одинаковая голова, одинаковая клавиатура, страны на работу и компания для сотрудничества, что нет у нас особенных людей, у каждого есть свои недостатки, свои семейные проблемы и так далее, и так далее, просто кто-то видит цель и идет к этой цели, потому что цель настоящая, кто-то воспитывает себе силу воли, не хочет, но идет и делает, потому что это надо, а кто-то находит причины и оправдания и становится слабым, да, вот, и ваша задача видеть таких людей, у которых или что-то не получается у них, и вы им помогли, и они начали расти, или они на второй раз опять находят причину, на третий раз находят, на пятый раз находят, и вы начинаете уже подальше быть от них, от самих, если ты не можешь это сделать, иди, я смогла, у меня есть люди, которые смогли, а ты не можешь по причине своей, а я рассказала все, что тебе могла, больше во мне добавить нечего, все, все, стоит, Виталь, стоит, первый раз стоит, если вы ни разу не созванивались с молчаном, как вы сделаете о нем выводы, может он человек, который, ну, стесняется, еще что-то, и вы объясните что-то, задавай вопрос в чате, не стесняйся, пиши мне, а вдруг у человека регистрации пойдут, ой, Юлечка, Юль, подписывайся по-нормальному, а то я так и буду вас называть, семья Макликовых буду вас называть, Макликовых, или как, ой, Юль, как, как у вас ударение, на какой слог, вот, далее, значит, очень часто, я вижу в чатах, начала промелькать, запись, зависть, зависть, что мы проигрываем, выигрываем коллег, что это такое, я сейчас написала, да, это тоже такая глубокая тема, но она, как бы, вот ее, может быть, не каждый сейчас из вас поймет сидящий, но директора пойму точно, может быть, я не в том, да, не в том месте вебинар приезжу, но мне хочется, чтобы кто-то понял, да, когда мы с вами делаем охват людей, учимся общаться, учимся работать, и становимся трудолюбивыми, мы выигрываем у тех, кто просто хочет, ничего не делает, и наоборот, мы проигрываем тем, кто делает больше нас, да, то есть, вот эти вот соревнования внутри, да, когда вы играете, другие растут, когда вы там гуляете, да, где-то тусите, может быть, какие-то свинофермы запустили, может быть, смотрите какой-то вебинар, ой, не вебинар, а какой-то сериал, то мы с вами проигрываем, я вот, допустим, отказалась от телевизора, я его не купила, я его не купила, я отдала маме, все, мне он не нужен, понимаете, у меня есть цель, более нужная, я нахожу ролики на ютубе, и я практически ежедневно смотрю ролики других топовых лидеров, я нахожу топовых лидеров, чтобы их смотреть, телевизор, у меня нет в доме телевизора, все, кто у меня был дома, вот сейчас на вебинаре есть, скорее всего, Татьяна Лебедева, Ирина Менчикова подтвердят, что у меня нету телевизора, на самом деле, он мне не нужен, да, просто отдать некому было, дочка смотрит канал мульт, ну, для этого, я думаю, можно завести на кухне, у тебя тоже Ирин, да, ну, вот, я у тебя, к сожалению, дома не была, был Антон, только ребенок смотрит мультики, ну, вот, поэтому вы и директора, дорогие директора, поэтому, вот, значит, про выигрыш, про выигрыш, поняли, да, вот, и я очень часто этой фишечкой пользуюсь, когда начинаю медленно, залезать в зону комфорта, я сама себя, вот, у Тани есть резиночка, которая на себя шлепает, да, у Тани сафроновой, у меня, вот, выигрываем, проигрываем, да, мне бьет, бьет куда надо, и я начинаю, очень даже хорошо работать, малышарики, круглосуточно, поняли фишечку, отдыхайте, Анюта, обязательно, вот, очень молодец, что ты эту тему, что ты это написала, обязательно, раз в неделю делайте отдых, обязательно, вот, завтра я, допустим, пусть и праздник, пусть и Пасха, я везу свою дочку, младшую, в развлекательный центр, и мы поедем все вчетвером, для того, чтобы просто вкусно покушать, погулять, потусить там, да, расслабиться, может быть, тоже в какой-то кино сходим, ага, поэтому, у нас все с вами и хорошо, тебя взять, Ириш, еще не решили, нас сегодня, тетя Лена звала на день рождения, у нас, к сожалению, я не поехала, отдыхать обязательно, раз в неделю, как минимум, все, выключаем и уходим, я начала так делать, я чувствую по себе, что я, допустим, один выходной провела, мне хорошо, да, но я делаю сейчас, смотрите, дорогие коллеги, я делаю перерывы, и я делаю перерывы очень сильные, вот тут приезжал Коля, мы с ним ездили туда, сюда, везде, мы ездили, у меня был активный отдых, мы договорились с сайтом, заключали договор, делали предоплату, да, все вы знаете, что скоро будет новый сайт у нас с нами, с новыми лейдингами, и вот с абсолютно другого уровня, вот, и, конечно, вот так, да, то есть мы сняли ролик киностудии, мы работали, мы работали, но мы сменили обстановку, поменяли компьютер на ножки, и везде ходили, да, то есть это тоже как бы смена обстановки, это тоже отдых, да, вот, и если честно, я зарекрутирую 5 людей с помощью каталогов, мне пришли 5 каталогов, я их в сумку сложила и рекрутировала, а что с какого момента? Отдыхать стала? Честно сказать, с уровня где-то национального, но у меня были вынужденные отдыхи, да, то есть сначала мы ездили в Сочи, это был мой первый отдых на уровне открытого старшего директора, а потом уже вот все вот эти вот поездки, я считаю их отдыхом, смена обстановки для меня отдых, то есть с уровня старшего директора я себе позволила отпуск в 5 дней, он у меня был. С национального можно, да, по выходным, по воскресеньям выходные, или с национального, или со старшего национального, но я начала делать себе выходные. Я начала понимать, что я устаю, что у меня уже возраст, что мне надо прогуляться, куда-то сходить, может быть, что-то для себя сделать, за собой поухаживать, маски какие-то, еще что-то, потому что я начала понимать, что у меня переутомление немножко есть, потому что я не вижу границы, я начинаю работать, 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 пока меня муж не оторвал, я все не могу оторваться. Ну, 33, Валентин, я понимаю, что это еще не возраст, но все равно не 15 Энергия уже, грубо говоря, не та, что в 15, так ведь, в 15, вон мы, в 16, да, я вот ночь в ночном клубе протусила Домой пришла, переоделась, жвачку мятную в рот и пошла смену в 12 часов пахать Это было, сейчас я уже так навряд ли смогу уже, ну, конечно, мне уже не проверить, да И, конечно, дорогие лидеры, все, скорее всего, желают расти прямо вот с этого вебинара в 4-5 раз быстрее Желаете? Желаете? Желаете делать меньше и получать больше? Сейчас мы с вами будем кое-что понимать Да, это все хотят, но это не халява Это не халява Сейчас перед вами на... Это, грубо говоря, обалденно проведенная работа Очень хорошо проведенная работа Очень много отдана сил за то, чтобы вот это получить в итоге Да? Вот я вам так хочу сказать, это мое личное наблюдение Обязательно, обязательно нам надо понять свою мечту реальную Обязательно понять цель, уровень на проекте, какой вы хотите Да, все вы знаете, мою цель, моя цель, партнер Вот, приобрести уверенность в себе Уверенность в компании и уверенность в проекте, да Вы наверняка все знаете, что мы очень глядим за организацией проекта И, я думаю, в нас вы точно уверены В компании обалденные предоставляют условия, которые, ну, только дурак, наверное, не оценит Или просто не будет о них знать, и из-за этого он не будет их ценить Да, то есть, уверенность в себе Вот, уверенность в себе – это самый важный такой конек У 90% начинающих новичков именно нет уверенности в себе, что у него получится Да, и это проблема стара, как мир И очень много именно из-за уверенности, неуверенности в себе Из-за мнительности, да, уходят с проекта И тут нам, конечно, уже некоторых даже и не удержать бывает До какой степени они прям сильно неуверенны и мнительны Уметь быть уверенным именно в себе в первую очередь И поверьте, если вы будете уверены в себе К вам очень много уверенных в итоге будет в себе же и приходить Подобные притягиваются подобным, понимаете Вот очень важно именно с себя начать С головы, с уверенности, с четкой цели, да Далее, значит, быть смелее Если у вас есть какие-то предложения, пишите Пишите, обязательно все рассмотрим Я не говорю, что мгновенно, но в долгий ящик постараемся не откладывать Да, потому что мне лично в день поступает много всяких вариантов И я иногда путаюсь, что к чему и уже просто пишу в блокноте Какой-когда посмотреть, если честно Да, вот Обязательно приобрести базовые знания о компании Чтобы они у вас были всегда в голове, да То есть что такое Faberlic Что у нее собственное производство Фабрика в Москве 45 тысяч стала Да, все вы знаете Поставьте плюсики, что открыты еще несколько производственных линий Что объемы производства увеличены Нас услышали, ура-ура Да, Ирина, твое фото у меня сейчас стоит на самом видном месте Вот, поэтому, да, то есть приобрести базовые знания обо всем Да, изучить шаблон переписки с новичком По которому вы идете своего директора То есть посмотреть, что зачем, как чему, что там есть, какие есть шпаргалки Да, то есть далее разобраться там, где нам непонятно То есть уметь хорошо считать маркетинг-план Да, то есть если вы, к примеру, там ваш новичок на 9% От 9%-ников 6% И эти 6% сделали 50 баллов И 9%-ник сделал 50 баллов То он получает маркетинговую разницу А не по 9% Да, я думаю, все это должны знать И все это должны понимать И сходить на вебинар вот хотя бы к Ирине Менчиковой Да, и позадавать там вопросы, если вам непонятно Обязательно разобраться там, где непонятно Обязательно Непонятен шаблон переписки? Звоните, будем вместе разбирать Непонятно еще что-то? Говорите, говорите, не молчите, говорите Обязательно Никто за вас не сможет Как сказать, вот ваш директор, он не может угадать Что вы что-то не умеете, что у вас что-то не получается О своих сомнениях в себе директору рассказывать, конечно, бесполезно Но, допустим, разобраться там, где вам непонятно Если это касается технических моментов, технической работы То, пожалуйста, пожалуйста, любой директор будет рад Если вы стартанете после того, как устраните все свои незнания Которые вам мешают расти Далее, значит, сделать так, чтобы за нас работала наша ранее проделанная работа Что это значит? Как вы заметили Как даже сказать, да, то, что мы сделали систему, которая работает за нас Вы это все заметили? Что нас может не быть неделю, две, а работа идет Проект не стоит Регистрации идут Люди обучаются И вы должны это ценить Мы не просто с вами пришли на готовую созданную систему Не просто готовая созданная система Эта система работает сама за себя Этого нет практически ни у кого Единицы лидеров смогли такое создать Я вам честное слово говорю Круговорот запущен Правильно Больше не остановить И это не снежный ком, который притягивает успешных к нашему успеху Это тоже в этом есть, да Это тоже есть Но проделана огромная работа Мы, грубо говоря, с Антохой на два года забыли про себя Про детей, про семью Мы что успевали, то и делали Понимаете, мы просто порой не спали по два дня Чтобы это создать, чтобы это было, чтобы оно пошло И вот сейчас проделанная нами работа Регистрации, рекрутинг, обучение, знания и так далее Вот этот водоворот людей, то есть лидеров Переживания за их уход От нас уходили и 12% лидеры, и 15% лидеры У нас выявлялись перерегистрации Удаляли директоров с крупных уровней Мы оставались один на один с командой, которая к ним привыкла Мы принимали все сложности на себя, на свои плечи И я вам хочу сказать, что вот эта проделанная нами работа Сейчас дает обалденную отдачу И мы можем, и мы можем сейчас Расти в 4-5 раз быстрее, чем когда-либо пришли на проект И делать меньше, но получать больше Поняли? Поставьте, пожалуйста, плюсики Поняли? Светочка, Настюша Все, пошло, все, вижу, вижу, вижу Наверное, задержка была Да? Вот, и вот это нужно обязательно нам сейчас понимать Что мы с вами не просто работаем И не просто строим бизнес Мы в итоге будем делать меньше, получать больше С каждым годом Самое главное, активно запустить это все Понимаете? Нельзя потихоньку, абы-кобы Понимаете? К вам будут так же, абы-кобы, сделайте Вот прям, не знаю Ну, болеть, конечно, этим нельзя Я, грубо говоря, я заболела, да? Заболела Фаберлик Я хотела, я желала, я горела Мне надоели эти кредиты Мне надоела эта нищета Я от этого устала Я говорю, я не я У меня все будет Да? Просто в какой-то момент Мое подсознание перешагнуло черту И сказала, что больше я не буду жить Так плохо Я хочу, чтобы с меня началось Зарождение новых ценностей в семье Чтобы в моих поколениях дальнейших Мои внуки-правнуки уже не понимали Слово раб, работа и так далее, да? Вот Да, не жалеть живота своего Оль, твой живот надо жалеть Вот как раз твой-то надо Оля у нас в седьмом каталоге будет рожать Малыша Поэтому ждем пополнения Ждем наследничка Вот А то люди-то, наверное, не поймут Почему именно Олин живот надо жалеть Вот И что хочется еще сказать Даже роды по каталогам Ну да Роды по каталогам, да Маленький лидереныш будет Да Настюшка тоже ждет Настенька Тоже поздравляю тебя, дорогая Это здорово Настя, когда ждать Наследника? В каком каталоге? Ой, как здорово, да? В двенадцатом, да? Ну, ждем Да, у Ирины, кстати, четверо детей Трое своих Один приемный ребеночек Ириночка, да Магодетная у нас мамуля А нет, мы поняли И Самое главное, чтобы это вот Как вам даже сказать Давайте перейдем обратно В приоритеты к работе Чтобы это ранее проделанная работа Которая вам будет давать результат Чтобы вы могли Чтобы вы могли Расти быстрее Делать меньше И получать больше Чтобы она вам нравилась самим Если вы, допустим, сняли ролик Но он вам не нравится Удалитесь, переснимитесь Делайте такой Который нравится вам Вы будете в нем уверены Он будет у вас Расточать положительную энергетику И на этот ролик Вам начнут приходить люди Да Вот Дело за разная беременность Да Вот Значит И, конечно Обязательно Соблюдать приоритеты Вам показались Легкие приоритеты? Вот Я вам сейчас Рассказала Именно свои приоритеты Выполнимые, да? Давайте их с вами повторим Кто помнит Приоритеты ежедневные? Напишите Кто помнит Ежедневные приоритеты? Что-то я сегодня С горлом замаялась Хрипит тут Наверное Надо таблетку пить Не таблетку Этот Громедин От горла Никто не помнит Никто мне не напишет Охват Регистрация Созвон Еще кое-что Олечка Вот Приглашать на вебинары Настя Все Да То есть Смотрите Если вы набьете руку 300 человек охвата в день У вас будут уходить Ну я не знаю 100 человек в час Вы легко охватите Да То есть Звать на вебинары Ну Копировали Ctrl-C И быстренько Ctrl-V Тоже минут 15 Да То есть Создание страниц Если вы набили руку Тоже 15 минут То есть Ну как бы Вот Я считаю Что просто это нужно Делать системность Нужна системность Вот Самое важное Это соблюдать приоритеты И вот тут Я почему-то Не дописала Про системность Ежедневно Делать 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 И понимать Что сделанное Будет увеличиваться У вас Потом в итоге Да Все я думаю Уже заметили Потому что Это вебинар Для топ лидеров И я думаю Что все заметили Что Вы привели человека Этот человек У вас регистрирует А вы то ведь Не прекращаете Пока что регистрирует Человек регистрирует Вы регистрируете Вам уже легче Заметили А если в вашей команде Появилось Именно 10 рекрутеров Вы представьте 20 рекрутеров Вот в чем суть Понимаете Вот он Этот снежный ком Когда вы Запускаете Обучаете Обучаете Обучать И вот Во всем Разбираетесь Где непонятно И Бываете Позитивными Делаете Правильные Приоритеты В людях Именно в людях Да То есть Не отдаетесь Нытикам А наоборот Заряжаетесь У активчиков Вот это Вот все В итоге У вас Получается Потом Взрыв Вы Представьте Как Можно За 2 года И 4 месяца Сейчас скажу Точную сумму Минутку Сейчас Я забыла Моя структура И скажу Сколько На данный момент Людей В моей команде Просто Просто скажу Посмотрю Это будет Видно В записи Как я Это все Открываю Так Сейчас У нас Шестой Каталог Идет Просто Посмотрим Так 27671 Человек Да И Вы же Должны Понимать Что Это Сделала Не я Это Не мои Заслуги Вы же понимаете Что это Сделала Не я Вот Валентина Пишет Валентин Сколько Под тобой Было Проведено Регистрации От нас Вот Скажи Одну Пять Сколько Мало Мало Потому что При положении Вот Пять Смотрите Пять Валентин А сколько У тебя Человек Команда А Валентина Директор Да Вот Пожалуйста Сейчас Разберем Как раз Самых Смелых Сколько У Валентины Человек Команда Больше Трехста Их Привела Не я Абсолютно Не я И с ними Работаю Не я Вы Поняли Вот Сейчас Эту Фишечку Поняли Что Чтобы Сделать Так Чтобы За нас Работа Сама Шла И Чтобы В вашей Команде Были Рекрутеры Чтобы в вашей команде Были люди Которые могли Все это делать Нужно быть Позитивными В первую очередь Чтобы к вам Приходили Вот допустим Такие солнышки Как Валентина И не я Понимаете Поняли И не я И не она А они У нее Вот в чем суть Поэтому Это С одной стороны Да Я сейчас посмеялась Но я понимаю Что это не смешно Вы должны это Сейчас понять Очень важно Да Вот в чем дело К умничкам Притягиваются Умнички К негативу Притягивается Негатив Вот и все Самое главное Быть уверенным В себе И понимать Вот это вот Да Соблюдаем Приоритеты Обязательно И Несколько советов Это уже лично От меня Не разрывайтесь Никогда Если вы Допустим Сели Рекрутировать Отключите Скайп На пару часов Да Если вам Мешают Домочадцы Работать То устраните Проблему У вас цель Вы ведете К цели Она у вас Висит на стене Да Все Вы ее Вы ее видите Вы уверены В себе В компании В проекте И у вас цель Все У вас больше Нет ничего Кругом Вот такая У вас работа Да Вы хотите Занять Престижный Статус Директорства И в ваших Интересах Чтобы ваши Лидеры Тоже заняли Этот статус Который К вам пришли Так ведь Вот Значит Это наша цель С вами И конечно же Это цель Она у вас Висит цель Материальная И цель Умственная Когда вот вы Допустим Я еще на стену Вешала людей С чеками Да Я представляла Что вот там Это я И вот вокруг Меня Мои девочки Чеки получают Вот я вот это Представляла Да То есть Тоже Кто вам мешает Представлять Все что вам Хочется Никто Ваши Ваш ум Это ваши Границы То есть Все что вы можете Выдумать Вы можете Осуществить Это если Быть позитивным И знать Что этим Можно всем Управлять Так ведь Вот Давайте с вами Дальше посмотрим Если Если мешают Домочадцы Работать То Можно взять Вот мой пример Да Лично я брала Ноут в расстрочку Без переплаты Специально брала В расстрочку В магазине Без первоначального Взноса Сходила Психанула Взяла И мне дали Думаю Боже что Как здорово Вот Да Рекрутирует Пока малыш играет Вот представьте Ситуацию Я пришла В Фаберли Ребенок мой Только начал ходить Ребенку год Да Год Муж на работе Уезжал К 7 утра Он уходил На автобус Приезжал он Сразу же Я ему Вику в руки И он водился Да То есть Весь день Я одна С ребенком В комнате Что я делала Что я делала Ребенок Все везде Кругом хватает Он может упасть Да Она может Там не знаю Что-то Где-то поцарапаться Какую-то шишку За ней надо Следить За ней надо Смотреть Да То есть И Я успевала Допустим Открываю страничку Посмотрю Что там с ней Дам ей Гору кубиков К примеру Да Она пока Составляет Эти кубики Умничат Я успевала Три сообщения Отправить Да Мы там с ней Идем играть Я с телефона Успевала Там сообщений 15 отправить Пока она ковыряется В свой Песочек Да С овочком То есть Обратите внимание На то что Работать можно Всегда Везде В любых условиях Все что у вас В голове Это только Вы можете Придумать Любые преграды Да Антон молодец Поддержка Я от него Очень хорошую получала Очень хорошую Я не знаю Я даже не мечтала Я даже не мечтала О том Что в моей жизни Появится Человек Который Приходя С работы Забирал Ребенка И сам себе Кушать готовил Еще и мне После вебинара Ставил тарелку С едой И говорил Ань Ты сегодня ела Мне вот Лично Очень приятно Да Я прям Не знаю До чертиков Люблю своего Антошку И я понимаю Что мне очень Повезло С мужем Конечно Не на первый раз Повезло Но на второй Хотя бы Это уже вперед Далее Значит Например Вы можете Поговорить Со своими Родными Если они у вас Против Вот Валентина Недавно Идею Мне наоборот Помогала Ну вот Да Любовь у нас Крепкая На самом деле Я хочу Это Но ты мне Это не можешь Дать Я это Заработаю Сама Пожалуйста Или там Допустим Вот эта идея Валентины Щенниковой Или там Допустим Отпустите меня На 3 месяца Активной работы Пожалуйста Отпустите Не ругайте меня Не доставайте меня Пожалуйста Да Или приглашайте Работать вместе У меня был Третий вариант Я пригласила Работать вместе Мужа своего Да То есть Он Да Помогал мне Вот Далее Значит Обязательно Визуализируйте То что вы хотите Свой дом Вы с чеком На сцене Ваши новички Получают чеки На сцене Неограниченные В покупках Да Вы неограниченные В покупках Вы заходите в магазин Что хотели То купили Да Вот я вам приведу Сейчас пример Себя Не ради хвастовства Но ради того Чтобы вы Поняли Что такое Более-менее Свободная жизнь Чтобы мне Вот очень хочется Чтобы у вас Все получилось И было точно так же Мне хочется Чтобы вы Меня повторили И чтобы вы Прям вот Очень хорошо Зарабатывали И мы Объездили Три торговых центра Я не могла Себе найти Обычное Пальто С капюшоном Которое Мне нравится Я не нашла Это пальто За день Я очень сильно Устала Я психанула И сходила Купила себе Кольцо с бриллиантом Понимаете Антошка Конечно Смеялся Надо мной Долго Это говорит Что Такое было Я говорю А это было Говорю Моральные силы Мне надо было Пополнить Да И вот Я купила себе Сходила И вот Легко А нет Пальто Пойду Кольцо Куплю Да Вот А пальто Мы купили Через два дня То есть Через два дня В большом торговом центре Все-таки Я нашла себе Пальто С капюшоном Да Вот Просто Как вам сказать Вы сможете Вот Не чувствовать Когда вы не чувствуете Своих ограничений В чем-либо Да Вам это приятно Когда ребенок Берет лопатку Там Да Которая ему нравится А вы просто Рассчитываетесь На кассе Это приятно Поверьте Да Да Сделать себе Такую компенсацию Это тоже приятно Вот И конечно У кого Какие цели Да Не обязательно Ездить только За счет Компании Вы можете Съездить За свой счет Если есть Деньги В теплые края Куда угодно Да Вот Представляйте Все что угодно Представляйте Себя Магнитом Успеха Как вам идет Этот магнит Да Но знайте Что Только желание Закрепленное Действием Даст результат Именно действием Правильными действиями Вот Обязательно Нужно Делиться Знаниями Обязательно Делиться И я Очень часто Замечаю Что есть Лидеры Которые Делились Растут Там Сами По себе Что-то Там Делают Еще что-то Боятся Кого-то Пустить К себе Боятся Что у них Кто-то Что-то Узнает То У них Меньше Рост У них Меньше Рост Я всегда Все Рассказывала Давайте Я вам Расскажу С чего Все Начиналось Да Когда я Пришла На проект Проекта Не было Да Вы Помните Что Проекта Не было Коля Просто Начинал Работать В интернете Был Маленький Блог И так Далее Когда Я Преподнесла Идею Открыть Активный Рост И начала Проводить Вебинары Я Тогда Уже Была На 6 Процентах Я Полгода Вела Этот Активный Рост Одна Коля Вел По Маркетинг Плану Вебинары Ну Что-то Вот Такое Что Связано С цифрами Что Я понимаю Но Мне Скучно Да Мне Скучно Этим Всем Заниматься Вот И Я Значит Вот Таким Вот Образом Коля Начал Тоже Проводить Вебинары И Таким Образом Наши Лидеры Скули Начали Объединяться В одном Чате И друг Другу Помогать Друг Другу Помогать Я Отдавалась Полностью Безгранично Отдавалась Абсолютно Вся Я Отдавала Все знания Какие у меня Есть Все идеи Я сразу Не шла В чат Я не могла Даже 5 минут Вот до дома Добежать Если мне что-то Пришло в голову Мне вот Мне надо было Быстрее Зайти в чат Активного роста И написать Петицию Как вы на это Смотрите Вот нравится Ли вам Такая идея Да Вот нужно Обязательно Делиться Есть фишка Рассказывайте Всем Вам вернется В трехкратном Размере Не жадничайте Вам это Все вернется И Самое важное Что вы должны Уяснить Это отдавать 10% Дохода Без Сожаления Вам придет Еще больше Если вы будете Отдавать Семью нельзя За счет Компании Да Нельзя Семью Вот Можно Но дорого Да Вот мы 2000 долларов С нас попросили За Катю Вот Валентиночка Да Далее Значит 10% От дохода Отдавайте Заработали 100 рублей Подарите Новичку За старание Страничку Соцсети Выделите Его в чате Наведите Там позитив Чтобы другие Тоже хотели Одну страничку Подарили Да Отдали 10 рублей А знаете Как приятный Новичку Вот Я Я сразу Их отдавала Сразу же Отдавала Как только Начала Зарабатывать Я На самом деле Сразу же Начинала Их Отдавать Я Я вообще Отдавала Больше Чем я Зарабатывала Поначалу Отдавала Больше Потому что У людей Были проблемы Где взять Деньги На странице И так далее Я Как сказать Даже Пополняла Онлайн Сим Синвест Потом Я Начала Странички Дарить Я Поняла Что Я Не могу Много Подарить Но Я Могу Хотя Б Внимание Уделить Человеку Который Лучше Сделал Что Либо Да То есть Вот так Его Поощрить Да Ну и Конечно Заработали 10 тысяч Подарите 10 страничек Своим Коллегам Да То есть Подарите Ну не 10 Извините Да То есть Оговорилась Да Что-то другое Да Дарите Вот Это самое важное Это самое-самое Важное Давайте Как прочитаете Поставьте пожалуйста Плюсики И Согласны ли вы с этим Даже Перечитывать Не буду Вот это Секрет Это Грубо говоря Это мой секрет Вот сейчас Запись будет Танюша будет Будет Вот Да Этот слайд Со мной Очень давно Он Не знаю Еще наверное С прошлой Компанией Еще до того Как я еще Не была Зарегистрирована Фаберлик Я его все время Читала И он у меня Долгое время Был на рабочем Столе Как памятка Потом я его Распечатала Приколола на стену Потом он у меня Потерялся И вот Все равно Он у меня В компьютере И остался Вот этот слайд Это очень важно Соблюдать Вот это все И тогда у вас Все будет Далее Конечно Дорогие коллеги Я все понимаю Деньги нужны Всем всегда Без вариантов Кто говорит Что ни в деньгах К счастью Не понимает Что с помощью денег Можно спасти Ребенка своего Да Как вы понимаете Продлить жизнь Родителям Отправив их В санаторий И так далее И так далее Мне нужны деньги Без вариантов Я думаю И вам тоже Они нужны Вот И Обязательно Нужно понимать Что вы Имеете право И можете И Сделаете Все Если у вас Будет вот это вот Желание И ваша цель Будет настоящей Да Вы будете Получать их Теми суммами Которые Необходимы Просто необходимы И которые Вам нравятся Цените Любите себя Это очень важно Если вы будете Любить себя Вокруг вас Заживет Абсолютно Другая жизнь Будьте уверены В себе И Обязательно Вам нужно Вот Сейчас Да Вот когда я Смотрю Как вот эти Два года Прошло Да То я Отдалась Полностью Бизнесу На два года Без сомнений Да Результат Вы знаете Все И Я вам Желаю Отдаться Бизнесу На два года Без сомнений Да Все вы знаете Что Меня и наставник Бросил И Коля То с Украины Там война То началась Мне было Все это Без разницы Да Пропало Меня видно Слышно Видно Слышно Да Пропадало Да Ну ничего страшного Ага Да То есть Отдайте себя Именно Вот И не считайте Сколько вы С момента регистрации Считайте время Когда вы осознали Что вам нужно делать На самом деле И вот это время Считайте Да Я тоже могу сказать Что я в сетевом маркетинге Практически Четыре года Но я не четыре года В сетевом маркетинге Я понимаю Что когда я поняла Вот это то Что я вам показывала Да Вот этот вебинар Да Весь Когда я все это понимала И поняла Я поняла Что вот Тогда Тогда у меня Начался старт Потому что Старт Начинается С головы И с умением Убрать все сомнения В своей голове Вот Да Вот Поэтому Отдайтесь Без сомнений Какие бы у вас Не были сомнения Бизнесу Всего лишь На два года И вы увидите Результат Вы увидите Результат Не надо Пахать 30 лет До нищенской Пенсии Давайте Мы с вами Через два года Встретимся Вместе На курортах На слетах На ассамблеях В салонах красоты В ресторанах Куда угодно Мы будем с вами Быть все вместе Потому что У нас не будет проблем Мы сели в самолет Щелк Мы в Москве Мы сели Да В поезд Щелк Мы в Новосибирске Понимаете Щелк На Украине Казахстан Белоруссия Без разницы Где вам быть Понимаете Если у вас Есть деньги Вы можете жить Так как вы хотите Главное Это нужно понимать Это очень Очень важно Дорогие Мои коллеги Дорогие Наши топ лидеры Дорогие Звездочки Нашего проекта Большое вам Спасибо Искренне За внимание Комментарии Большое спасибо Что вы меня Сегодня захотели Все-таки послушать Еще раз Хочу извиниться За такую вот Задержку За такое вот Опоздание Потому что Я думала Что на самом деле Вебинар Не востребован Потому что Никто не отписался Да Да Эта информация Я считаю Ее очень полезной Потому что Это у меня Вот прям Изнутри Сердца Я это нигде Не взяла Я над этим Вебинаром Честно вам скажу Я его переносила Три раза И работала Два месяца Над ним Мне очень хотелось Передать вам Полноту Полноту Своих мыслей Никак не могла Их сконцентрировать Собрать Я это понимала Но мне было Очень сложно Собрать все воедино Но по-моему Получилось Да По-моему Получилось Вам тоже Спасибо за внимание Ну что ж Всем пока Пока Сейчас запись Выложу